ну и значит следующая тема конкретно было там уже упоминание сто раз про этот акра power но видно кто-то там все-таки чего-то недопонял ну и собственно задаются постоянно вопросы блин ребятушки еще раз говорю смотрите видосы вот если вы не нашли ответ на свои вопросы тогда их задавайте потому что многие такие а вот это да я же говорю уже будет рассказывал об этом причем раза четыре уже упоминал в разных этих какой-то степени там еще раз напоминал потом опять это же да ёпта выгорю смотрите или не смотрите или кому я эту всю херню рассказываю или вам надо в комментариях еще раз то же самое написать только как недавно кто-то меня спросил но это было не в комментариях а ватсап говорит а в это серега из украины точно говорит как ты относишься к вот этому вот флисовому фильтру я написал что это ненужное говно или что такую херню я какую-то написал его он ну а так если говорит двух словах я ему еще раз написал ненужное говно вот в двух словах все правильно ну вот в общем ладно поржали агропауэр значит акропауэр замечательный препарат как они уже сказали эти товарищи из ту little fish производители это значит какой-то неорганический стероид я уже об этом упоминал что такое неорганический стероид это вообще два это словосочетание из двух замок как это несостыкующим их слов аминокислоты они все органические соответственно есть какие-то кристаллические вроде бы как аминокислоты я не знаю мне вообще похеру то есть вот что за такую какую-то ахинею я слышал какое-то объяснение отмазки того что это вот буржуи сами говорили что это типа неорганическая аминокислота и плюс стероид зашибись ну ладно хрен с вами состав никто не знает пока нет возможности разложить это дело и понять чего они там наболтали работает охеренно скорость разгона кораллов там в рост просто сумасшедшая и собственно много плюсов пользуйтесь но очень аккуратно потому что как уже говорил очень сильно создает нестабильность системе то есть температурку как я уже говорил в теме про температуру немного так это подопустить это на начальном этапе если вы начинаете пользоваться acro power потому что может печально закончится он очень ускоряет дозу делайте маленькую там рекомендуемая по моему на бутылках читайте да и так собственно можно посмотреть в инструкции в интернете 5 миллилитров по моему на 100 литров воды это максимальная доза то есть в неделю кто-то говорит я дозирую там кто-то рекомендовал дозировать там раз в день то есть в эту дозу вот например недельную вы делите просто на семь дней ну и собственно понемножечку заливайте чтоб не было типа резкого вот этого подъема и резкого потребления может быть да это и правильнее вот хрен знает пробовал я и так и этак и три раза в каждый день не дозировал никогда три раза в неделю дозил в смысле делил недельную дозу на три раза ну в принципе нормально особо разницы я никакой не заметил хотя не сильно то я мониторил конечно параметры то есть не проверял но кораллы по крайней мере как-то не было заметно какой-то такой отрицательной реакции но сразу говорю еще раз напоминаю как только вы начали дозить готовьтесь к тому что у вас пойдет потребление просто сумасшедшими темпами поэтому при отпустите температуру не дозируйте изначально больше двух миллилитров на сто литров в неделю то есть даже вот меньше чем половины начинайте и в принципе этого количества может быть достаточно для вашего аквариума потому что это еще от многих факторов зависит то есть может быть у вас и так там питания хватает то есть вы дозанули акропауэра он у вас резко там какую-то просадку устроил вам за счет того что кораллы простимулировал кораллы все это сожрали и собственно обвалили себе там же все это питание все съели и а вы там да я там тестирую фосфат раз в неделю ну красава чё блин у тебя за раз за неделю может он три раза упасть в ноль и опять приподняться и от этого твои акры устанут и просто пооблетают на хрен с юбок и все вот поэтому препарат офигенный аккуратнее то есть надо четко делать все кто-то говорит блин у меня там какие-то эти там эффекты такие нежелательные ну блин что я могу сказать у вас же как обычно на херачить а потом почитать налить блять а потом думать смотреть что получится ты сначала пойми что ты должен от этого получить если у вас кораллы не растут они вот просто в стагнации вы дозанули 2 кубика на 100 литров смотрите если никакого роста не происходит не надо больше его дозировать значит у вас просто они в анабиозе в каком-то плохо им то есть они ничего не будут расти сколько вы не дозанули его то есть ничего им не поможет если вы в херачите туда еще это только усугубит ситуацию ваши акры могут просто облететь нафиг и все то есть вам это не никак не поможет никак он не простимулирует если он не стимулирует хотя бы чуть-чуть вообще маленькими дозами понимаете да то есть нет смысла никакого лить во-первых препарат переводить во вторых наливать какое-то питательное вещество туда где ему не где его питая потреблять никто не будет вот поэтому если у вас кораллы растут и вы видите что они растут и тогда вы можете ускорить этот рост их рост только заблаговременно обеспечив дополнительное питание то есть и соответственно если вы дозите акропауэр и вы никогда не сталкивались с этими эффектами соответственно может могут быстрые там колебания быть в отрицательную сторону соответственно по макроэлементов по микроэлементов по но элементам по всей вот этой вот питательной то есть нитрату фосфату и всему остальному у вас просто там бактерии выжрутся теми же самыми кораллами все остальное то есть готовьтесь к тому что все у вас может резко пойти вниз вот о чем разговор то есть поэтому вы начинаете там например с двух миллилитров или с одного миллилитра и мониторить и постоянно насколько у вас просадка пошла чтобы вы поняли насколько вас вам нужно подравнивать то есть какое потребление помните тема была рассказывал про суточное потребление еще давно видос снимал вот соответственно ваше суточное потребление может увеличиться там если кораллы расти начинают реально по моим наблюдениям раза в четыре быстрее то соответственно суточное потребление точно так же теоретически может увеличиться в 4 раза понимаете к чему надо готовиться если брать в пример фосфат который там в мизерных сотых каких-то долях ноль там ноль чего-то то соответственно это может до нуля просто падать у вас я не знаю за полдня блин понимаете то есть вот так что думайте опять же если вы приподняли температуру да за нулю акропауэр приподняли температуру вот это я считаю жопа вот о чем разговор то есть ваша температура разгоняет немного биологии в принципе создает ускорение легкое то есть процессы начинают быстрее и даже в самой системе просто все бактерии начинают быстрее размножаться там какие-то процессы потом водоросли растут на расти начинают быстрее то есть даже то что не связано с самими кораллами а там еще с какими-то попутными этими вашими животными в принципе самой биологией и эта биология точно также может питаться да по этими веществами то есть вы устроите просто можете там все что угодно потом не удивляетесь поэтому если вот если четко растет видите что кораллы растут есть четко выверенная суточная доза просчитанная вы понимаете сколько жрут в сутки готовьте к тому что начнут жрать в два раза быстрее от двух миллилитров на 100 литров дозирования акропауэра то есть к этому готовьтесь сразу то есть вы должны сразу начать мониторить что у вас будет на следующий день при этом немного добавив дозировку если у вас кораллы не росли значит не факт что у вас уже начнется ускоренное потребление соответственно если вы начали дозить уже чего-то она у вас не потребляется значит вы устраиваете подъем то есть понимаете да насколько все серьезно то есть главное это стабильность тесты в помощь то есть хотя бы какие-то элементарные ну то есть макроэлементы кальций магний карбонаты то есть вы хоть как-то можете промерить то есть примерно там они если у вас реактор там или дозатор тот же алфариф это все равно будет в какой-то пропорции потребляться которая у вас уже настроена там в реакторе или настроена в дозации в дозаторе или там доза алфарифа ну в общем вот так вот то есть если вы добавляете какой-то ускоритель то есть стимулятор соответственно будете готовы к тому что это начнет не только у вас кораллы начнут расти но и у вас просядет все то чем они питаются и они могут очень быстро с голоду погибнуть у вас в общем думайте тема интересная полезная но в то же время опасная поэтому часто люди спрашивают на форуме когда кто-то что-то там говорит а я горит хочу дозануть вот этого они у него спрашивают а зачем ты это хочешь сделать правильный вопрос каких эффектов ты хочешь достигнуть вот вот правильный еще правильный будет вопрос когда не ничего ты хочешь добиться блять нахера тебе вообще это надо то есть вот зачем блять смысл если у тебя и опять же какие вот не даже не цели а смысл вообще этого всего если у вас есть определенные там факторы которые может то есть и должны быть обязательно наличие каких-то процессов то есть процессы роста кораллов процессы окрашивания кораллов которые вы можете немного ускорить но если самих процессов нет то и ускорять нечего понимаете если лошадь сдохла сколько ее сеном не корми или кнутом там не подгоняй не побежит никуда вот и все всем удачи